У Хабаровского края есть свои конкурентные преимущества, но пока инвесторам объективно некуда приходить. Будет площадка – будут инвесторы, уверен Дмитрий Демешин, а потому поручает активизировать работу по созданию индустриальных парков в регионе. Территории с готовой инфраструктурой необходимо создавать опережающими темпами. Когда имеется необходимая инфраструктура, инвесторы туда с удовольствием приходят. Но индустриальных парков, а мы считаем целесообразным, все-таки эти индустриальные парки создавать целевые, посвященные судостроению, один парк, агропромышленному комплексу, чтобы был взаимообмен компетенциями, у нас практически нет. Такой целевой подход зарекомендовал себя не только за границей. Например, в Китае. Показательный опыт есть и в Хабаровске. Частный индустриальный парк «Авангард» вместил на свои территории производственные компании. Предложение губернатора – объединить предприятия по отраслевому признаку. Так в Комсомольске может появиться профильный авиапарк. У нас там есть Яковлев. Мы рассчитываем туда же привезти Байкал. Это другая корпорация технодинамика КУСОД и УЗГА. Может быть, мы притащим туда и китайцев. Это уже третий КУСОД направления КУСОД. Плюс у нас есть металлисты, которые обеспечивают КУСОД поставку, ряд деталей КУСОД, резинок и всего остального. Вот это вот все скомпоновать в единый индустриальный парк было бы актуально. Для создания индустриального парка необходима земля с инженерной инфраструктурой площадью от 50, а лучше 100 гектаров. На таком участке получится разместить большее количество компаний. Чем больше концентрация предприятий, тем больше синергии и меньше затраты на строительство инфраструктуры. Потому что копать трубу среднего диаметра или высокого, или большого диаметра, в принципе, стоит более-менее одинаково, но лучше сразу положить больше для большего количества предприятий. Сама инфраструктура – это электроснабжение из расчета 0,3 мегаватта на гектар. Водоснабжение на 50 гектар примерно 1000 кубов в сутки, газоснабжение где-то 3,5-4 тысячи кубов в час. Полностью готовых участков с такими параметрами в регионе нет, поэтому правительство намерено провести ревизию и выявить наиболее подходящие территории. Министерству имущества предстоит проанализировать возможность консолидации необходимых земельных участков. Нужно вовлекать арендаторов и собственников, проводить работу по расторжению договоров аренды там, где земли выглядят перспективными для развития края, но при этом не используются надлежащим образом. Можно предлагать владельцам обмен на другие участки, делать владельцев земель соучастниками инвестиционных проектов. Это очень важная история. К работе по созданию целевых индустриальных парков Дмитрий Демешин поручил подключиться глав и депутатов всех муниципальных образований. Виктория Заикина, Смотри, Хабаровск.